8 июля на россии был день семьи верности и так далее и так далее чего-то еще и московский террористический режим руками своих летчиков террористов решил отметить это кровавыми жертвами украинских людей причем первую очередь тех которые абсолютно беззащитны детей и к тому же больных детей сильнейший удар пришелся на крупнейшую детскую больницу в киеве ахмадид это одна из крупнейших больниц не только в украине но и в европе сотни специалистов работают там ежегодно в этой больнице делается до 7000 операций в ней спасают детей онкобольных и вот московский террористический режим ударил по этой больнице он ударил по детям которые в этот момент находились на диализе крови рядом были родители конечно тревогу объявили заранее большинство успели укрыться в укрытии но не все смогли это сделать не только ударили по киеву ударили по другим городам например и по кривому рогу где десятки убитых ударили по днепру и еще порядка пяти городов знаете логически объяснить это невозможно я считаю что таким образом путин приносит кровавую жертву он испытывает от этого удовлетворение удовольствие и не только он а все это старичио которое в управлении этой огромной страны и обратите внимание кто управляет страной россии это люди которые уже давным-давно должны находиться вообще на пенсии сидетью там заниматься своими внуками наслаждаться жизнью читать книги которые такие как путин с роду не читали ходить там на рыбалку на природу общаться со своими детьми получать удовольствие от жизни но жажда власти и убийств беспредельно беспредельно у них десятками лет они убивали в грузии убивали молдове убивали своих же чеченцев неоднократно сотнями тысяч убивали убивали в сирии беззащитных людей которым нечем было сопротивляться при этом безнравственно путин заявлял в сирии мы можем испытывать любые виды оружия он это заявлял громогласно ему это разрешали теперь они это делают в украине которые они называли братской страной а украинский народ братьями хорошие братья пришли и убивают десятый год с разной интенсивностью то больше то меньше пытается захватить куски страны знаете я иногда думаю это какой-то кошмар это снится такое не может быть двадцать первом веке ну такое могло быть там где-то двенадцатый четырнадцатый век пятнадцатый шестнадцатый когда шел передел земли по всему миру когда открывались новые земли захватывали люди были жестокие сейчас меня всегда поражало когда например в двенадцатом году наполеон шел куда-то поперся в россию там тогда это называлось же российская империя это было да он поперся туда что ты туда поперся зимой что ты там забыл потом поперся гитлер по всей европе и точно так же поперся на советский союз неужели эти люди не понимали что сейчас такого нету сейчас не может быть никакого передела никакого захвата территории потому что это невозможно будет сопротивление страны будут сопротивляться этому и сейчас есть такая возможность это раньше было прилетели там знаете орды каких-нибудь там дикарей на лошадях с шашками порубили понасиловали пограбили не могли не оставаться в этих городах забрали добычей убрались а города оставались безжизненными мертвыми разрушались заносились там песками зарастали травой сейчас такое кстати есть и не только где-то там какие-то старинные города есть вот я смотрю в районах абхазии то там где были шикарные курорты там где люди ездили отдыхать что там сейчас благословенные аджари абхазии вот эти вот там места можно ли туда ездить на курорты я думаю не очень я думаю там здравницы которые были шикарные здравницы куда люди приезжали так сейчас все это заросло травой разрушилась потому что этот режим приходит и только убивает и разрушает вот на этот момент когда я разговариваю с вами в результате этой атаки было убито уже порядка 40 человек среди них дети знаете это ужас мало того что по больнице ударили по жилым домам ударили по родильному дому это я смотрела в новостях как раскапывает этот жилой дом там рухнулись этот подъезд и люди стоят и говорят а у меня там мама где-то и тетя у кого-то там сестра у кого-то соседка и вот достают женщину из-под завалов достают женщину лицо в крови лицо узнать невозможно люди смотрят они не могут узнать она это или не она и эта женщина просит чтоб откопали ее детей там двое детей мальчик и девочка невозможно смотреть такое это такая трагедия я думаю ну в конце концов мир должен проснуться путин поприветствовал начало как это юбилейной сессии нато на кой черт создавалась это нато если она не выполняет свои функции она ведь создавалась для борьбы именно с этим режимом именно с этим террористическим режимом и при этом выставляются какие-то условия украине того не дадим другого не дадим туда не бейте на такое расстояние не бейте ракеты не будем помогать вам сбивать а почему вы не можете помогать нам сбивать ракеты так как вы помогали израилю например я очень рада за израильский народ что ему помогли когда на него пытались наслать смерть сколько там того израильского народа а его атаковали ракетами со всех сторон ему помогли почему же украине вы не можете помочь странно очень странно московский режим атаковал 40 ракетами там всякие калибры баллистические ракеты конечно система украины перехватила многие из них большинство из них но не все причем знаете эта подлость началась еще с вечера я думаю что московский режим этот отмечал еще и свой языческий праздник ивана купала я так думаю потому что начали они в этот день им требуются кровавые жертвы они хотят крови 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 больше крови больше смертей сначала засылаются шахеды с помощью этих шахедов они пытаются выявить точки ПВО и потом уже взлетают смерть несущие самолеты знаете я вот всегда думаю а ведь эти люди вот летчики которые садятся за пульт управления самолетами и которые потом нажимают эту кнопку пуска ракеты как они себя чувствуют они являются непосредственными убийцами они являются каждый будет найден каждый будет уничтожен свое время через год через два через десять через двадцать ну каждый этом раз будет уничтожено это обязательно сейчас более 40 стран работает над тем чтобы создать трибунал по преступлениям Путина и по военным преступлениям Путина и против других военных преступников которые его поддерживают война есть война войны никто не отменяет но есть какие-то правила ведения войны воюют армии на поле боя а Путин воюет с безоружными гражданскими людьми которые не могут защищаться не могут только прятаться но не всегда это возможно и не всегда можно успеть не всегда харьковчане могут успеть потому что ракета летит там считанные две-три минуты со стороны Белгорода и убивает людей постоянно вы знаете подлость и беспредел просто нет нет слов описать это может вы не знаете этого россияне может вы не очень этим интересуетесь но они применяют настолько подлые методы что они бьют ракетой в какое-то место нанося огромные разрушения и потом буквально через небольшое время они знают что через это время туда приедут спасатели туда приедет скорая они бьют туда же второй раз и это было неоднократно то есть подло начинают убивать тех людей которые приехали спасать людей погибших доставать погибших и спасать тех которые под завалами не знаю как это можно вот жить как бы я я иногда думаю как бы я жила сейчас в этой стране в россии и как бы я себя чувствовала там наверное уже давно где-нибудь на зоне было я бы не смолчала конечно либо я должна была покинуть эту страну уехать оттуда либо выступить каким-то образом беспредельная жестокость беспредельная жестокость это вы вы россияне каждый день убиваете украинцев каждый день не только украинцев за своих тоже это вы же посылаете своих родных в украину за деньги быть убийцами и без денег заплатить за квартиру своей жизнью вас специально посадили на эти долги вам специально так сделали все эти ипотеки микрокредиты макрокредиты и прочее для того чтобы запутать вот во все эти долги и потом чтоб люди шли и своими жизнями здоровьем ручками ножками глазками прочими частями тела оплачивали я все время думаю это все таки 21 век боже мой илон маск там сейчас будет запускать очередную свою space x ракету это знаете как будто это вот как бы вот сейчас же тоже есть на земле какая-то часть вот кто-то живет допустим в америке да оттуда идут такие технологии ну там скажем интернет там компьютеры и так далее да кто-то живет в россии ведет себя как какой-то там не знаю мамай захватчик какой-то человек наслаждающийся убийствами детей воровством детей и прочими преступлениями кто-то живет где-то там в джунглях амазонки или в каких-то африканских пустынях они вообще там на другой стадии находятся люди развития ну те находятся люди на другой стадии ну эти страны такие как россия и допустим соединенные штаты украина европа они ведь находятся на одной стадии нет не все то есть теоретически россияне да они современные вроде бы люди а практически они дикари которые хотят и жаждут грабить насиловать убивать это отвратительно о каком мире идет речь сейчас о каком-то мире начали говорить мир какой-то мир с кем подпись какой мир разве путин хочет мира это он показал сорока этими ракетами убийцами что он хочет мира с Украиной он хочет ее капитуляции этого ему не позволит никто в первую очередь ему не позволит украинский народ что бы там ни говорили и как бы там ни говорили он уже обломался и два с половиной года он практически никуда не продвинулся ну там пять километров туда десять километров сюда за два с половиной года используя всю мощь своей армии своего оружия уложив полмиллиона своих людей ну может быть не все из них убиты не все конечно подтверждено только где-то порядка пятидесяти тысяч есть организации которые этим занимаются которые подсчитывают причем они подсчитывают по открытым источникам и там где показано кого похоронили где похоронили там может быть памятник показали похороны показали там указано имя отчество все фотография указана вот таких уже больше пятидесяти тысяч где-то до шестидесяти тысяч это подтвержденных абсолютно убитых убитых а полмиллиона это тех остальных которых сейчас показывают которых можно увидеть которые где-то валяются по подвалам по мусорникам которые там плачутся что им негде жить что им ничего не платят что им не помогают принцип такой бей своих чтоб чужие боялись уму непостижимо уму непостижимо как такое может быть больше всего меня поражает окружение путина то есть люди которые знаете награбились миллиардов жили и наверное продолжают жить какой-то такой там роскошной жизнью в каких-то дворцах когда смотрю как они там понастроили себе какие-то дворцы я всегда думаю боже мой неужели это человеку так хочется жить в этом музее то есть видите до туалета не дойдешь для того чтобы перейти там куда-то в столовую или еще куда в какую-то гостиную до километра мерять по этому музее ну ладно это дело вкуса каждого ему так нравится ему так нравится и что теперь теперь когда у них уже вот все это было теперь им что крови как паукам хочется насосаться крови украинцев правда и вас они россияне вас вас они втянули в это это правильно правильно говорит ваш оппозиционер Игорь Яковенко он говорит коллективной вины не существует то есть вас простых россиян виноватыми считать не будут ну так виноватые будут те кто непосредственно принимал участие в убийствах кто отдавал команды кто исполнял приказы ну как он говорит есть коллективная ответственность вот это вы будете делать вместе то есть вы как бы не будете называться виноватыми но вы будете нести коллективную ответственность так как понес ее немецкий народ который несет ее до сих пор выплачивая и вы это будете делать вы будете оплачивать уже сейчас начали уже проценты с тех денег которые россия разместила за рубежом уже украине выдают эти деньги а они могли пойти на вас но они не пошли на вас они пошли на убийство все равно своих украинцев других людей где только можно там в Африку куда-нибудь засылать свои эти отряды безумные и там вытворять такие вещи что вам лучше и не знать что там делается а дальше вы будете нести коллективную ответственность поколениями ваши дети ваши внуки и так далее и так далее пока не выплатите все до последнего до последней копеечки до последнего рубля ну а дальше может вы поумнеете все таки господи украина просто истекает кровью иногда иногда мне приходит такая знаете ужасная мысль в голову а если бы Украина не сопротивлялась а если бы Украина пропустила эти дикие орды так через себя и туда на Европу что бы это было как бы например этот Витя Орбан сейчас красиво говорил когда на его территорию вторлись бы танки российские как бы эти всякие там ФИЦО и прочие которые и вашим и нашим хотят быть мы не знаем как бы это было и дальше туда пошли до Германии возможно ну даже недалеко что там господи что там тех стран за два часа из одной страны в другую можно переехать и может быть тогда бы например и Таурусы начали давать Украине и не ставить условия не бейте туда не бейте сюда бейте куда хотите только не бейте по Кремлю а почему по Кремлю нельзя почему по Ахмадиту можно а по Кремлю нельзя по Кремлю не нельзя а нужно и по той Думе которая там сидит и поддерживает все это по ним надо в первую очередь ну это наверное еще впереди я так думаю если не случится чего-то такого знаете может быть все таки на этом саммите НАТО будут приняты какие-то решения в конце так концов может в конце концов мир поймет о чем идет речь если за это время за два с половиной года еще не поняли теоретически конечно теоретически им это грозит практически наверное пока нет ну кто его знает кто его знает поэтому дорогие мои украинцы тримайтеся ничего не будет весь час когда сонце нашей победы и Украина извольнится от этой навали и мы будем згадывать с болем я верю в победу и не сомневаюсь ни секунды не сомневалась с первой минуты этой войны я я с вами я обнимаю каждого из вас у той час когда вы сидите у сховищах я с вами я вас поддерживаю я вас обнимаю будьте мужними сомневаюсь сомневаюсь сомневаться поддерживайте ВСУ они потребуют этой поддержки сомневаюсь силы Украины это единое на что сейчас есть надежа украинцев на защиту на побед на побед они будут Боже, яка это будет победа Мы будем ее святывать Не один день А долго Слава вам Мои дорогие земляки Я пишусь вам Я даже не могу описать Как я пишусь вам Как вы мужный народ Слава вам Мои дорогие украинцы Слава вам Моя дорогая батьковщина Моя Украина Слава Украине